Здравствуйте! Видео буду снимать специально для Forum House тему про заточной станок Elmos BG200. Значит, вот направляющая, которая шла в комплекте с станком. Она очень приятная. На цвет, на ощупь, на вид и гладкая. Еще хочу сразу сказать тем, кто думает заменить эту направляющую от станков Тормик или от станков джетовских. Вот это вот расстояние у них разное. Она сюда не подойдет. Я уже покупал с резьбой, думал, чтобы не резать. Вставлял, но обломался. Пересверливать дырку, вот это вот было неохота. Жалко было просто уродовать станок. Но это еще не вся проблема. Основная проблема этой направляющей заключалась в том, что если приложить лекальную линейку, конечно, телефон-то будет не видно, но и смысл в этом нет. Здесь две ямы образовывались. Образовывались две ямы. Чем-то было чревато. Да вот тем, что когда прикладывали стамеску или нож от рубанка, или еще что-нибудь, получалась, прошу прощения, получалась такая вещь, что когда ее прикладываешь, плоскость вроде бы была. Казалось бы, что была. А на самом деле ее не было. То есть, когда начинаешь водить из-за того, что направляющая кривая, одну сторону поднимал и вверх. Будет видно будет. Потом водили в другую сторону. Серединка проходила, потом поднимал другую сторону вверх. И эта вся проблема исключительно вот в этой направляющей. Точнее, не в этой, а вот с той, которая идет со станком. Она кривая. Пошел, заказал у токарей вот такую вещь. Сделали из нержавейки. Нарезали резьбу. Идеально ровная. Проверяли микрометром. Калиброванная. Вся скользит прекрасно. Если предложить линейку, точность просто идеальная. И только после этого что-то начало появляться. Во-первых, когда прикладываешь штамеску или ножик, или все что угодно, все равно образуются зазоры. Нужно смотреть вот сюда. Вот я беру фонарик, вот так вот снимаю и на просвет. И вот этой гаечкой, соответственно, регулирую. Выше, ниже. И ввожу влево, вправо во всех этих вот положениях. И смотрю, чтобы плоскости совпадали. Повторюсь, без вот этого вот у меня не получалось. Мне кажется, это невозможно. Ну и, соответственно, удобно, когда регулировки все-таки две. Зажал, затянул и забыл. Но проблемы у меня на этом не заканчивались. Я уже писал о том, что я покупал алмаз от Элмоса. Стоил он 1700 рублей. В то время как джетовский стоил 3200. Но алмаз у меня съелся после правки первого же круга. Но я подумал, что, ну я не знаю, может либо руки кривые, либо алмаз был маленький. В общем, я ее сдал. Пошел, купил уже от джета. Отдал 3200, думаю, раз пошла такая пьянка. Один раз круг я выправил. Вроде ничего, и алмазный слой показался. И все было нормально. Второй раз начал править камень. Случилось вот что. Алмазный слой исчез. Исчез. Его просто не стало. То есть абсолютно голая пластина. Но я уже полностью отчаялся. Думаю, наверное, либо руки кривые, либо не под тем углом поставил. Думаю, надо что-то делать. Но еще хочу сказать, что направляющая джета, чем мне не нравилась. Она тоже какая-то кривая. То есть вот сейчас мы ее оденем. Оденем. И посмотрим. Я думаю, вот будет видно. Вот, 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 вот щель. Она стоит под углом криво. Но за такие-то деньги, за 3200 рублей, вот такая сраная, извините за выражение хрени, она не стоит этих денег. Ну, думаю, что делать. Покупать еще одну за 3200. Уже подумал перебор. В общем, нашел в интернете, в Москве, рядом со своим домом, вот такой вот алмазный карандаш. Это, значит, искусственные алмазы. Цена этой штуки всего лишь 550 рублей. Как, значит, сделал? Взял вот такую профильную трубу, соответственно, просверлил сюда под диаметр. Здесь, по-моему, 12-й. На своем вот таком вот импровизированном станке с помощью конусных очень удобных, где они у меня? Ну, я думаю, если вы знаете, они здесь просто заказывали. Стоят 3 копейки эти сверлы. Они отрабатываются. Ну, просто нечто. Дутавр сверлил на стройке. Сверла живые. В общем, просверлил. Уже, соответственно, просверлил дырки здесь. Значит, здесь эта часть чем он удобен? Имеет диаметр 14 и вот такую шляпку. А здесь диаметр 10. То есть, думал, что нарежу резьбу. Ну, и даже резать резьбу не пришлось. То есть, просверлил 14, здесь 10. И вот она сюда зашла. Все, она стоит просто мертва. Ну, и, соответственно, соответственно, параллельность относительно этой штуки тоже есть. Но я сейчас прикручивать не буду. Думаю, тут понятно, о чем речь. И, собственно говоря, очень удобно. Во-первых, оставил себе большую ручку. Думал, буду пилить. Но оно и не нужно. Потому что реально очень удобно. Получается, как-то... Ладно, сейчас открутим. До конца. Получается, вот, она ложится большой плоскостью. Не видно, наверное, а не видно. Вот. Ну, принцип, думаю, есть. И ходит. Во-первых, алмазы здесь по сравнению с жетовским. Тут видно какая-то ебалда. Правит круг идеально. Очень чисто. Что еще мне понравилось? Что можно сделать? Этой стороной круга я тоже пользуюсь. Там плоскости разные затачивать. Можно просто прострелить еще одну дырку. Вот так. Вот сюда. Вот сюда поставить какой-нибудь упорчик. На тебе, придвинул и точи плоскость этого круга. Ну и цена вопроса. Соответственно. Ну, копеечным. То есть, если у вас нет управки, ну, не знаю, думаю, вот такую штуку токаря вам сделают. Если у самих нет возможности приспособить. Вот весь дырки в квадрате сами просверните, а купить карандаш за 500 рублей каждый сможет. Ну, не знаю, сейчас видно будет, не видно, но все-таки попробую. То есть, я прикладываю линейку. У нее лифтов никаких нету. Она вообще стоит мертва. Просто руки нет свободной. Я бы, конечно, показал. Сейчас, может быть, попробую. Так, я смотрю. Я вот так прикладываю ее. Беру фонарик и на просвет. То есть, ну, конечно, так не смогу. Причем просвет везде одинаковый и нигде ничего нету. Ну, и, соответственно, результат. 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 Вот он. Ножик. Это ножик. Ну, здесь в чем смысл? Смысл в том, что угол я смог вывести. У меня это получилось. 90 градусов. В общем, он здесь есть вот по этой кромке. По этой кромке происходит следующая ерунда. То есть, если приложить опять-таки лекальную линейку, на просвет будет видно, что здесь съедают больше, а по краям меньше. Что бы я ни делал, пересмотрел кучу видео, давил там влево, вправо, то есть, старался не давить на середину. Все равно. Микронное что-то, но есть. В общем, не знаю. Я для себя решил так, что точить буду на грубой, на средней, а потом по-любому брать камень. Без него никак. Вводник 4-8 тысячный пройти, сделать микрофаску и не париться. Потому что все равно мне лично не получается. Здесь получается такой вот небольшой полукруг, маленький. Ну и потом еще хотел бы сказать вот такую вещь. Так как круг-то имеет форму соответственно круга, вот эта плоскость, вот эта вот, она получается вот такая. Уж не знаю, как это сказывается на заточке, но, наверное, как-то не в положительную сторону. Поэтому, конечно, камушкам лучше проработать. Ну все, извините, что так долго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok